Жорж Помпиду В Академгородке гости. Ежегодно сюда приезжает около двух тысяч специалистов из-за рубежа. Делегацию из Италии встречает президент сибирской науки Академик Лаврентьев. Ученых многих стран привлекает размах исследований, новизна научных направлений, сварка металлов взрывом. Конференцию открывает академик Марчук. Среди присутствующих специалистов из ГДР, Польши, Чехословакии и других стран СЭФ. Сегодня взрывом сваривают многотонные турбины и маленькие детали. Западногерманский журнал «Дивель» писал, здесь не услышишь жалоб на недостаток информации. Примерно каждую неделю проводится симпозиум на ту или иную тему с участием зарубежных гостей. В наш век стремительно растущих знаний, личные контакты по общему признанию лучший способ обмена и оценки информации. Особенно тесные контакты сибирского отделения с учеными социалистических стран. Институт катализа, один из крупнейших в мире такого профиля, стал международным координационным центром стран СЭФ по промышленным катализаторам. В прошлом Сибири гостей знакомит уникальный музей, институты истории, филологии и философии. Немало километров с экспедициями по земле Монголии прошел Академик Окладников, а теперь его монгольский друг Чулун Батор – гость сибиряков. Американский профессор Майкл Уэллес приехал на стажировку в вычислительный центр на полгода. Срок немалый, поэтому в Сибири вся семья. Его дети с удовольствием ходят в детский садик. В институте ядерной физики вел исследование японский ученый Набутака. Его дочь Акика родилась в Академгородке. Французский публицист Пьер Рандьер так вспоминает о Сибири. Тот, кто ничего не знает о нем, не знает будущего нашей планеты.